Музыка Правительству Павла Филиппа исполнился год. Кабинет, прозванный в народе «Ночным», отчитался о своей работе. Премьер-министр источал оптимизм, решительность и веру в себя и свою команду. Он перечислил все успехи Кабинета, а для оппозиции процитировал песню знаменитой группы «Карлос Дримс» «Мы радуемся им назло». Так почему же радуется премьер-министр? Почему он делает это назло? А главное, каковы реальные итоги работы этого правительства? Ответить на эти вопросы, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте! И представляю вам своих сегодняшних гостей, исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова, депутат парламента Влад Батренча. Добрый вечер! Добрый вечер! И политолог Анатол Церам. И вам здравствуйте! Добрый вечер! Итак, предлагаю вам разговор на тему итоги работы правительства. Вот смотрите, как он сам сказал. Результаты более чем успешные. Подписана новая кредитная программа с МВФ. Разблокировано внешнее финансирование. Стабилизирована ситуация в банковской системе и в экономике. Вы согласны с тем, что это есть главные успехи? И какую оценку этому кабинету за год дали бы вы, Госпенсера? Ну, во-первых, то обстоятельство, что премьер-министр источает оптимизм и пытается представить работу своего правительства в самых радужных тонах, это вполне естественно. Так поступает любой премьер-министр, если он вполне вменяемый человек. В политике обычно плод свой... Теплом голову не посыпают. Да. В том, что касается тех пунктов, которые вы перечислили, ну, они, в принципе, верны. Они действительно формально, так сказать, выполнены. И эти, так сказать, достижения можно засчитать в актив нынешнего правительства. Достаточно вспомнить, как вообще это правительство появилось. В условиях очень острого общественно-политического кризиса. Вы уже сказали о том, что это ночное правительство. Мы напомним нашим телезрителям, что они, так сказать, принесли присягу в более чем сомнительных условиях. Ночью, так сказать, вдали от публики, от прессы. Тайно. Да. Ну, можно сказать и так, тайно. Да. А потом выяснилось, что даже для пресс-секретаря это было неожиданностью. Ну да, это вообще была полная неожиданность, потому что в это время народ, так сказать, буйствовал в парламенте. В здании парламента. И предполагалось, что это вообще может закончиться. Не то, чтобы, так сказать, учреждением нового правительства, а вообще падением того правления, которое тогда существовало. Но власть удержалась. Она прошла через этот кризис, сумела проявить стойкость. В данном случае стойкость безотносительно хорошо или плохо. Просто стойкость. И, соответственно, правительство начало функционировать. Ситуация была очень сложная. Миллиард долларов в дефиците. Для Молдовы это, вообще-то, так сказать, умопомрачительная цифра. Бюджет в этом смысле, он хронически дефицитный. В связи с внешними партнерами, с финансовыми донорами были прерваны практически. Страна находилась в достаточно сложной ситуации, чтобы не сказать критической. Экономика была в очень тяжелом положении. Элементарно могло случиться так, чтобы не выплачивались бы зарплаты и пенсии. То есть это уже, так сказать, самый край. Но правительство сумело вместе с парламентским большинством перейти через этот рубикон, через эту пропасть и восстановило более-менее экономические процессы. Сегодня мы можем говорить о том, что нет непосредственной угрозы, что пенсии не будут выплачиваться, зарплаты, правда, они очень мизерны, и людям не хватает на жизнь элементарно. Но, тем не менее, какая-то стабильность в этом смысле существует. Хотя в народе говорят, скорее, не о стабильности, а так очень эхидно говорят о каком-то стабилизице. Ну, это тоже, так сказать, уже из-за народного фольклора. Ну, а в целом, можно сказать, я как-то давал интервью по поводу итогов правления правительства и буквально сказал следующее. Да, правительство удержало ситуацию, но если говорить о структурных реформах, вообще о том месте, которое занимает молдавская экономика, международное разделение труда, и вообще, если существует ли концепция развития молдавского экономического, так сказать, организма, то здесь полный абзац. Благодарю вас за такой подробный ответ. Я думаю, телезрители, мы поняли вашу точку зрения. Господин Батрынча, вы оппозиция к правящей коалиции, к правительству. Вы как оцените этот год? Да, я хочу напомнить, что нынешнее правительство, это Филиппа, оно было инвестировано в те легендарные 6 минут в условиях того, что мы заблокировали парламентскую трибуну. Демократы, депутаты, находившиеся в зале, учинили потасовку в желании освободить парламентскую трибуну, как бы то ни было. Филиппу ее так и не удалось, так скажем, возглавить трибуну. Ему поставили кресло в президиуме, там рядом с Кандус, охраной. Потом мы помним события вокруг парламента, когда назначение за 6 минут правительства вызвало шквал протестов. Мы помним ту ситуацию, которая была на грани, на грани, так скажем, очень горячих, очень горячих, очень непредсказуемых событий. Мы помним президента Тимофти, который за все эти 4, почти 5 лет никогда не имел политической воли принять сколько бы то ни было значимое решение. Но по телефонному звонку он согласился около полуночи инвестировать в это правительство. Конечно, это правительство не отражает никого, кроме узкой группы лиц, заинтересованных лиц. Конечно, вся та эйфория, с которой господин Филипп, который вдруг научился выступать, порезался голос, та эйфория, та радость, с которой он повисовал от так называемых успехов. Конечно, еще раз говорит, и подтверждает лишь одно, что Филипп и все это правительство, они так и не стали частью общенационального пространства, публичного пространства. Они живут в параллельной реальности. Они живут в совершенно другой жизни. У Филиппа и у всех его коллег из правительства, у них, в принципе, жизнь состоялась. Все они живут в состоянии роскоши. Все их дети, родственники, бизнесы находятся благополучно в Европе. И поэтому, в принципе, им есть чем гордиться. Что касается результатов, договор с МВФ, ну, конечно, это абсолютно скандальная манипуляция по одной простой причине, что ни господин Филипп, ни кто-либо из этого правительства, никому не хватило воли просто рассказать людям о тех условиях, на которые пошло правительство, для того, чтобы получить дальнейшее кредитование. Это и перевод более миллиарда в публичный долг, то есть украденный миллиард уже будут возвращать люди. Это и повышение пенсионного возраста, это и повышение тарифов, это и сокращение, у них вообще такое красивое слово, оптимизация, на самом деле, это ликвидация дальнейшей школы, населенных пунктов. Им поставлена задача ликвидировать в ближайшей перспективе до 300 премарей, то есть более 300 населенных пунктов будет в перспективе какой-то ликвидировано, если эта власть продержится. Соответственно, все то, о чем он говорит, это сложно назвать результатами, потому что на самом деле это такой театр абсурда, но все вот эти так называемые достижения, на самом деле, это все то, что оплачивает люди из своих карманов, и уплаченный миллиард, и украденный миллиард, и тарифы, и повышение возраста пенсионного, и так далее. Конечно, это реформы, мы, социалисты, их назвали, а в парламенте назвали и геноцидом, потому что по-другому нельзя это назвать. Какие основные показатели, которыми должно было бы гордиться нормальное, адекватное правительство? Это показатели экономического роста. У нас их просто нет. У нас сегодня импорт превышает экспорт, соответственно, мы покупаем больше, чем продаем. У нас катастрофически вырос внешний долг. У нас сегодня катастрофически падают показатели производства. Бизнес, производство просто массово закрывается. Соответственно, говорить каких-то качественных показателей. Качественные показатели – это уровень жизни людей. Уровень жизни людей однозначно упал. То есть у вас такие цифры, как повышение средней заработной платы, там вот они дали. Я вам приведу цифры. Да, с 1900 до 2000 стали. Ну, потом же агентство Moody's рейтинг наш подняло. Определенной категории людей, те, у которых было совсем тяжело, подняли заработную плату на 2300 рублей. Но давайте посмотрим, что мы по инфляции. 16-17-18% в год. Если индексация пенсии составляла 8-9%, а инфляция составляла 17-18%, то значит в том, что пенсионеры стали беднее на 10%. Если инфляция выросла на 17-18%, а зарплаты повысили на 10%, это говорит о том, что наши бюджетники стали еще беднее. И давайте возьмем просто показатели этих зарплат. Потому что, говорит, в процентах – это все красиво. Но показатели зарплат в среднем учебном образовании, которые сегодня зарплаты средние на уровне 1500-1600 лей – это ниже прожиточного минимума. Поэтому это, конечно, очень грубо, это очень цинично. Цинично вот так вот жонглировать всеми цифрами и говорить, что мы сделали жизнь людям лучше. Конечно, люди стали жить хуже, люди массово уезжают из страны, и это беда. И последнее, что я бы хотел сказать. Мне очень смешно наблюдать у демократов следующую такую риторику. Кажется, что мы у власти только один год. Вот за один год мы сколько сделали. Ребята, за 7 лет будете нести ответственность вместе со всеми остальными участниками этого всего забега. Потому что вместе с демократами, с либералами, они замечательно, в кавычках, рулили последние 7 лет. И украденные миллиарды – это в том числе их совместный результат. Соответственно, демократы пытаются, конечно, себе создать образ белых и пушистых. Они там реформировались. Сегодня у них новый руководитель, конечно, из тени, решил занять первую позицию. Но это не лишает их коллективной ответственности. И рано или поздно вскроются все те вещи, за которые в том числе и голосовало правительство Филиппа. Это правительство должно уйти в отставку, должны состояться досрочные парламентские выборы. Я поняла. Я благодарю вас. И я в первом вопросе дала возможность вам высказываться, уже сколько вы взяли времени. Теперь призываю все-таки быть более кратким, потому что вопросов еще на самом деле очень много остается. Я рада, что у вас разные точки зрения, потому что будет о чем сейчас говорить вам, и наверняка вы будете спорить сейчас друг с другом. У нас же не разные точки зрения. Ну, я бы не сказала. Вы так много хорошего увидели по сравнению с тем, как раскритиковал этот кабинет господина Батрынча. Но вот вы знаете, господин Филипп считает самым главным достижением. Это достижение политической стабильности. Ну, я не знаю, что конкретно он вкладывает в этот смысл. То ли отсутствие протестов. Сейчас ведь люди не ходят по улицам, только забастовки у нас случаются. То ли еще какие-то моменты. Но вот господин Филипп говорит, мы добились политической стабильности. Вы согласны с таким утверждением, господин Саранов? В части, конечно. Существует политическая стабильность. Правительство не падает. Так сказать, каких-либо серьезных политических треволнений, которые могли бы привести к тому, что политическая жизнь в стране изменила бы свой обычный курс. Их нет. Это все пристаньки политической стабильности. Если вы не спустите, насколько здоровая эта политическая стабильность, это уже другой вопрос. А политическая стабильность существует. Это реальность. Даже протесты, которыми начался прошлый политический год, и они ушли в сторону. Существует какая-то усталость в обществе накопилась. Ну да. Вот мой коллега по платоу делает то, что вообще должна делать политическая партия, которая находится в оппозиции. Она очень жестко катекует власть. Это вообще задача оппозиции. Когда вы говорите, что мы, так сказать, у нас разные точки зрения, это не так. Я просто, так сказать, не в оппозиции. Я политический комментатор. Я пытаюсь найти, так сказать, ту самую стабильность, о которой вы говорите. И она есть, она существует. Нет, я не прошу вас что-либо находить, я прошу вас просто рассказывать свою... Нет, это уже моя задача, что ли. Если вы видите стабильность, вы о ней и говорите, если вы не бьете. Она есть, она реально существует. Хорошо, я поняла вашу точку зрения. Гастан Батрыльич, а можем ли мы говорить о политической стабильности, когда у нас президент представляет, был избран от партии социалистов Республики Молдова, который сказал, что он находится в ярой оппозиции к парламенту, и к правительству, соответственно. Когда мы видим, что у нас простой вопрос в отношении посла Республики Молдова в Бухаресте вызвал такой публичный спор и со стороны президента, и со стороны правительства. Когда мы знаем, что сегодня президент сказал, что он намерен добиваться отмены конкурса по генеральному прокурору и намерен добиваться отмены открытия офиса НАТО. Вы как считаете, это стабильность? Ну, конечно, никакой политической стабильности не приходится говорить, но и сам господин Царанов сказал, что да, вот есть некоторые признаки, но насколько это все здоровая ситуация, ничего здорового нет. Политическая стабильность подразумевает то, что у нас работали правовые институты. У нас сегодня правовые институты, юстиция, прокуратура не работают. Мы сегодня не можем, общество не может добиться, правда, справедливости по крупнейшим преступлениям века, по крупнейшим преступлениям в мире. Политическая стабильность – это четкое разделение властей, это работа демократических институтов. Демократический институт у нас, безусловно, сегодня не работает, и, безусловно, сегодня люди не обладают в должной степени влиянием, в том числе, на это правительство. Почему в прошлом году были временно приостановлены протесты? Очень просто. Протесты отбивались двух политических глобальных вещей. Первый – это досрочные парламентские выборы, второй – прямые выборы президента. Под большим давлением внутри страны протестов, под большим давлением изне страны уступила власть людям в выборы президента. Прошлый год мы провели в этой кампании, собирали подписи, проводили кампанию, первый тур, второй тур, конституционный суд и так далее. Мы, безусловно, хотели, наша главная политическая цель была в один день провести выборы президента и досрочные парламентские. К сожалению, этого сделать мы не нашли пока эти механизмы, это не состоялось. Но, безусловно, прошлый год в плане протеста, он уже дал результаты, потому что был избран президент не от этой правящей коалиции. Более того, если они говорят о стабильности, и если они очень гордятся результатами своей деятельности, правительство, парламент, почему они власть не выставили кандидаты и сняли в конце Мариана Ильича Лупу, по одной простой причине. Для них, для власти, выставить кандидата, который возьмет процент 2-3 рейтинга, это просто провал их кредибельности перед внешними партнерами. Поэтому они даже не участвовали в борьбе за первое лицо в государстве. Поэтому в прошлом году мы, я повторюсь, это достижение протеста. Без протестов Плохотнюк спокойно избрал бы президента в парламенте. Это первое. А второе. Ни о какой стабильности не будет идти речь, пока не уйдет этот парламент, пока не будет сформирована другая власть. И это люди прекрасно понимают. Это как угодно может назвать господин Филипп, господин Плохотнюк, либо кто бы то ни был другой, любой представитель этой власти. Эта власть, она, безусловно, антинародна. Хотя бы в силу тех реформ, которые они проводят. Главное обвинение, господа, приглашенные в эту студию, если вспомните, какое бросали этому правительству. Говорили так, что это правительство нелегитимно. Ну вот нелегитимно, потому что оно не отражает на тот момент, когда оно было инвестировано, да, не отражает волю народа. На мой взгляд, вот весь этот год, чем должны были заниматься представители, да, этого кабинета, этой коалиции, вот, они стали легитимными или нет? Господин Сыран, помните? Вы не можете не помнить этих моментов. Как же не помнить? Естественно, насчет легитимности. Ну да, существует такая точка зрения. Вообще в политике очень часто это бывает, что, так сказать, мнения разнятся кардинально. Оппозиция полагает, что это правительство нелегитимно. Мне нравится этот подход. Но реально это легитимное правительство. Оно признанное международным сообществом. Оно функционирует в соответствующем политическом поле, которое, так сказать, вкраплено в международное политическое поле. Что значит нелегитимное? Конечно же легитимное. Для того, чтобы оно стало нелегитимным, нужно две вещи сделать. Так. По отдельности. Или провести новые выборы. И таким образом это правительство убрать. Но оно в любом случае уйдет как легитимное правительство, если в результате выборов. А вот если оно действительно нелегитимно, то оно должно пасть под напором народного гнева. Вот это будет подтверждение факта, что это правительство нелегитимно. А до тех пор, пока оно держится, до тех пор, пока оно управляет страной, взимает налоги, делает другие вещи, неприятные для народа, до тех пор оно легитимно. Ну вот есть определение легитимности. Вы знаете, что у нас очень часто на этой стадии люди спорили законно, легитимно. Вот так вот легитимность. Это согласность с законами. Законный переводится, правомерный. Это согласие народа с властью. Абсолютно. Когда он добровольно признает за ней право принимать обязательные решения. У нас, господин Саранов, вы увидели согласие народа с властью? Хотя бы по опросам, хотя бы по выборам. Ну, опросы не являются политическим, так сказать, инструментом. Ну, по выборам, да. Да, вот по выборам. Вы увидели согласие народа с властью? Ну, вы знаете, если исходить из результата выборов, то, по всей видимости, можно бы говорить о нелегитимности этого правительства, потому что оно непосредственно не отражает, так сказать, тех результатов выборов, которые произошли в ноябре 2014 года. Да? Да. Это совершенно очевидно. Но также совершенно очевидно, что легитимность является результатом функционирования законов. А законы позволяют в парламенте создавать любую конфигурацию политическую, если она взыщется на доброй воле тех людей, которые были избраны в парламенте. В очень многих национальных парламентах правительство иногда приобретает политические очертания, которые не совсем соответствуют результатам выборов. Тогда мы говорим, что это правительство законно. В том случае, о котором сейчас говорите вы. Нет, ну, вы знаете, если вы говорите о разности понятия законности и легитимности, то я вам хочу просто напомнить, что законность – это русское слово. А легитимность – это не русское слово. И если вы будете обращаться к различного рода, так сказать, определениям, то я вам найду массу определений, которые бьются голова об голову. Это я вам говорю как человек, который занимается наукой. И поэтому с этой точки зрения, ну, это не самая, так сказать, продуктивная вещь устраивать политические дебаты по поводу тех определений, которые существуют в литературе. Я призываю все-таки, да, все-таки пользоваться теми определениями, которые у нас как бы приняты, да, то, что я вам зачитала, да, в принципе пользуется наш политический класс. Окей. Только наш политический класс. Да, вот голову об голову мы бить, конечно, не будем, но я не думаю, что слова, взятые из разных языков, они являются, как бы сказать, антагонистами. Дело вообще не в этом, господинсерам. С точки зрения законности, с точки зрения легитимности, конституционности, вот если говорить о природе этой вещи, это не только в Молдове, да, вот суверенен народ. И народ делегирует часть своего суверенитета посредством выбора определенным выборным органам, в данном случае парламенте. В 2014 году люди делегировали часть своего суверенитета, делегировали ее пяти политическим партиям и создали пять фракций. Вот это и является репрезентативность народа в парламенте. Люди голосовали за определенные платформы, люди голосовали за определенные цвета, за определенные доктрины, обещания и так далее. Во что это превратилось в нынешнем парламенте и является ли нынешний парламент и нынешнее парламентское большинство, является ли оно репрезентативным и продолжает ли оно быть носителем того самого суверенитета, который люди делегировали по путям выборов. Вот это огромный вопрос, что люди-то не голосовали за 30 независимых депутатов. Ведь мы не помним, чтобы к людям шли за голосами, за поддержкой. У нас вообще за всю историю Молдовы ни один независимый депутат не прошел. Как бы то ни было, что такое легитимность в данном случае? Легитимность это безусловно процедура соблюдения законов. Что такое соблюдение законов? Коррупция это нарушение закона. Это нарушение закона. Ведь когда осуществляется коррупция депутатов, это по сути осуществляется покупка народного суверенитета. То есть с точки зрения закона здесь, конечно, можно интерпретировать, но однозначно политической легитимности у нынешнего парламента однозначно нет. Нынешний парламент назначал за 6 минут то самое правительство. И фактически сегодня правительство отражает волю и находится в правом поле парламента. Парламент делегировал им часть компетенции исполнительной власти. Поэтому здесь можно рассуждать, конечно, очень много. Можно рассуждать, господин Батронич, но я хотела бы напомнить одну вещь. Что, конечно, опросы делали такое, понимаете, но я не видела ни одного опроса, в котором был доверие к власти. Оно было достаточно высоким хотя бы на уровне результатов вот тех самых парламентских выборов. Давайте скажем честно, Людмила Майя. А были такие опросы, где антирейтинг власти критический? То есть давайте среднее хотя бы брать, и мы, на мой взгляд, увидим картину. Я уверен в том, что есть логика в вашем предложении рассматривать легитимность данного правительства сквозь призму опросов. Ведь мы живем в условиях строительства современного демократического государства. Ведь нынешняя власть объявила себя, является или нет, это тоже другой вопрос, проевропейская. В Европе, безусловно, сильны, и в демократическом государстве, безусловно, сильны механизмы народного контроля. В них, безусловно, сильны механизмы, которыми, так скажем, люди контролируют власть. Нынешняя власть, критики, протесты, все что угодно. Люди недовольны своей жизнью. Нынешняя власть живет в параллельной реальности и никак не реагирует на людей. Посмотрите, в той Европе, о которой они говорят, ведь малейшая критика чиновника, отравили детей, на второй день отставка, малейшие протесты, отставка, люди чего-то требуют, кого-то отправляют в отставку. В нашей ситуации сидят вот эти ребята, которые считают себя, конечно, самыми умными, самыми высокоорганизованными и так далее. Поэтому, безусловно, легитимной легитимности у этой власти, у парламента, у правительства нет. Поняла. Ну, власть тоже увидела в действиях оппозиции то, что ей категорически не нравится. Премьер был очень откровенен, но он, как бы так сказал, что, по его мнению, оппоненты, то есть оппозиция, должны оставить свои циничные попытки удержать страну в состоянии кризиса и нестабильности. Его фраза «Хочу, чтобы вы поняли, ваше циничное вмешательство не сработало». Молдова успешно преодолела прошлогодний кризис. Господин Саранов, зачем были сделаны вообще вот эти замечания? И тем более была процитирована песня «Карлос Дримс» «Мы радуемся им на зло». Вот мне интересен ваш комментарий. Зачем вообще радоваться кому-то на зло? Вы понимаете, что вообще то, что говорил премьер-министр, в этом смысле, оно как-то перекликается с тем, что говорит Господин Батрынич. Господин Батрынич смотрит на ситуацию со своей колокольней. Премьер-министр со своей. Это политика. В политической жизни это часто бывает, если не всегда. Теперь, в том, что касается заявлений премьер-министра, о том, что там оппозиция что-то там цинично желает. Да, цинично, да. Все делали цинично. Ну, конечно, это слово «блудь». Конечно же, это слово «блудь». Но он делает то, что делает оппозиция. Оппозиция должна критиковать власть, власть должна себя защищать. А народ в этой ситуации должен понять, кто из них прав. Или, скажем так, у кого больше правды. Вот так. Сумеет народ это понять, значит, страна будет идти нормальным путем. Не сумеет, даст себя обмануть. И неважно, с какой стороны будет обмануть, со стороны оппозиции или со стороны власти. И страна постоянно будет находиться в ауте. Вот вам ответ на ваш вопрос. Я не помню, что какой-то у вас премьер выходил и говорил, что мы будем радоваться вам на зло. Вот это все-таки новое какое-то слово. Нет, но он говорит о злоумышленниках. Он же не просто говорит о злоумышленниках, он говорит о злоумышленниках в оппозиции, которые цинично хотят сделать стране плохо. А было принято по-другому. Были говорили, что у нас есть оппозиция, как раньше выступали. Да, были выражения более дипломатичные. Я вчера слушал, вчера или позавчера, не важно, я слушал передачу от телевизионной. У нас на наших телевидениях принято не называть каналы, я не стану этого делать. Да почему же? В том числе я не стану называть своих коллег из аналитического сообщества, которые с пеной у рта пытались доказать народу, что вот оппозиция у нас такая-сякая. Вот они не предлагают никаких проектов развить. Кстати, премьер говорил о том же. Да, он еще и обиделся. Дайте нам хоть что-нибудь, скажите нам. Но вы знаете, это вообще, так сказать, вопиющее незнание функционирования политических институтов в условиях демократии. Оппозиция ничего не должна предлагать, а вообще никогда ничего не предлагает. Оппозиция не находится у власти. С какой стати оппозиция должна предлагать проекты развития и этим самым помогать власть, чтобы она удержалась, что ли? Это же вообще чепуха полная. Возьмите любую страну, самую развитую демократию, и вы никогда не найдете. За редким исключением, когда возникает какой-нибудь вопрос, ну скажем так, общенационального характера, значения, когда страна под угрозой, когда все силы объединяются воедино, вот так далее, что-то оппозиция может прийти с каким-нибудь проектом, ну скажем так, общенационального масштаба, который объединяет всех, в том числе и власть, и оппозицию. Во всех остальных случаях оппозиция занимается одной вещью, одной. Критикует власть, указывает на слабые стороны. И стремится прийти к власти. И этим самым заставляет власть или исправлять свои ошибки, и таким образом удержаться у власти. Или наоборот. В смысле, не наоборот, а делает так, чтобы указывать эти ошибки, в том числе и избирателям, и избирателям до будущих выборов сказать, а правильно, вот то, что говорила оппозиция, это подтвердилось. Мы за этих больше голосовать не будем, а будем голосовать за оппозицию, которая нам правильно указала на все ошибки. Значит, они знают, как нужно сделать хорошо. Все. Поняла. Господин Батронич, вас не обидели вот такие сравнения? Я считаю, знаете, устами младенца, глаголи тысны, господин Филипп, у него наконец-то появился дар в речи. То есть он вначале вообще стеснялся, говорит. И на самом деле сказал очень многие вещи, которые можно назвать достаточно прямыми для политика. То есть он сказал, мы будем править на зло людям. Да, вот из Карлос-Дримс. Нравится, не нравится, а мы власть, мы будем править. И это опять же говорит об антидемократичности, это ГСО критикует. Но скажи, будь ты техничнее, скажи, да, вот мы слышим критику в наш адрес, да, вот мы обязательно прислушаемся, да, мы вот постараемся. Хотя бы вот как-то, хоть покажи людям, что ты как-то их... Господин Саранов, вы говорите, не подсказывает. Смотрите, как подсказывает. А когда подавляющее количество людей... Это терпимые подсказки. Подавляющее количество людей против власти, это опросы не только наши показывают. Это показывают все специальные службы о том, что очень высок градус народного недовольства. Он выходит и говорит, а мы будем править на зло, потому что мы вот такие классные ребята, мы хорошо живем. Он сказал, будем рады. Вопрос в другом. Вот мы о природе оппозиции. Вот мы считаем себя ответственной оппозицией. Мы консолидируем профессионалов, людей, которые могут предложить реальную альтернативу. Мы единственная оппозиционная партия, которая на сайте, вот, по срм.мд. Вы найдете альтернативный план социально-экономического развития Республики Молодого. То есть 9 месяцев наши эксперты рядом с нами работали. Мы опубликовали этот план, чтобы показать людям, избирателю, гражданину, что вот как надо и как можно. В чем стоят наши предложения. Мы никогда не пытались строить из-за этого интеллектуальную собственность. По одной простой причине. Что мы считаем, что должно быть больше контакта и больше понимания от нас к людям и от людей к нам. Соответственно, люди должны видеть, что предлагает социалист, чем они будут другими. Что касается предложений, помимо критики, мы говорили об этом в парламенте не раз. Десятки наших законодательных инициатив, хороших, хороших инициатив, правильных, с которыми видно было, что они соглашались с комиссией, но голосовали против. Десятки наших инициатив законодательных, это серьезный труд, хоронили в комиссиях, не доводили до пленарного создания парламента. А в итоге мы потом видели их подписанными, Сергию Сырбу, их великолепная пятерка, семерка. И потом мы вынуждены были в парламенте сталкиваться с тем, голосуем ли мы за собственные инициативы, но которые пришли не от нас, а пришли с той стороны. И хочу сказать, что многие инициативы мы с ремарками, с тем, что это наша инициатива, многие инициативы мы голосовали, но почему-то они приходили не от нас. И такая практика есть, и много хороших предложений, в том числе и в части социальных политиков, в части здравоохранения, образования, в части экономики, они фактически своровали у нас. И это говорит о том, что у них самих кризис идей. Ведь по сути, что нового, новаторского предложила эта власть? Что можно говорить о новаторстве? Скажу, она предложила, но почему-то заглохли реформу правительства. Вот они предложили, я сейчас доформулирую вопрос, они предложили сократить количество министерств, это все дело широко анонсировали, и потом как-то это все вдруг взяло и куда-то ушло. Вот реформа правительства, мне кажется, что это всегда вопрос политический. Если вы позволите, я буквально коротко. Да. Вот год назад у нас была серьезная публикация, без ложной скромности, хочу сказать, что я ее где-то продвигал, я приводил в пример швейцарское правительство, в Швейцарии, где 8 человек, это кабинет министров. В условиях республики Молдова у нас, я думаю, что швейцарский опыт был бы вполне уместен. У нас очень раздутый аппарат, у нас госканцелярия за последние 7 лет. Украли вашу идею? Не, ну в данном случае я не претендую, это я не могу являться автором этой идеи, я могу лишь говорить о том, что вот есть хороший опыт. Но вопрос в другом, но это даже не новаторство с этой точки зрения, что вот мы госканцелярию раздули за последние 7 лет, они раздули ее в 3 раза. Вот мы понимаем, что мы ошиблись, мы сейчас это все будем сокращать. На самом деле это все тот же МВФ, который сказал, ребят, миллиард в публичный долг перевели, признали эти долги как государственные и так далее, сократили. Им дали планы повышения пенсионного возраста, повышения тарифа, сокращение количества школ, медицинских учреждений, примарий. И то же самое по настоянию МВФ, их заставили искать оптимизацию, средств на, если здесь примария, это местная власть, на уровне центрального аппарата, то есть правительства, их заставили идти на существенные сокращения. Но они это преподнесли в красивой политической беркли. Но вопрос знаете в чем? В чем? Знаете в чем, Людмила, что даже вот эту благую, правильную, нормальную идею в нынешних условиях, ее они не могут реализовать сегодня, на сегодняшний день. Возможно, это будет завтра. По одной простой причине шантаж ГИМПу. То есть у них есть 30 независимых депутатов, но им нужно еще штук 10, 7-8 хотя бы независимых депутатов. То есть вы согласны, что это вопрос политический на сегодняшний год? Ну конечно, конечно, потому что там сидит ГИМП, у которого хотят забрать у него министерство. Министерство, именно да, у либералов, то есть неспроста там эти моменты, это не просто так реформа. Хотя, в принципе, идея это здраво, идея это правильное. Идея здраво, идея правильная, я сейчас, может быть, свое мнение скажу. Мне хотелось бы просто видеть обоснование, почему иногда в некоторых случаях хотят упрячь в одну упряжку коня и трепетную лайн. Это мое мнение. Там вот некоторые министерства я смотрел, ну, посмотрим. Но все-таки идея заглохла. И люди говорят, что это все-таки связано с тем, что правительство ищет, даже не столько правительство, сколько правящая коалиция, ищет для себя повод и возможности именно в правильный момент выйти с этой инициативой. Для того, чтобы совершить необходимые ли перестановки. Или, может быть, наоборот, как-то повлиять на ход политический в Республике Молдово. Господин Саранов, вы как думаете? Ну, я думаю, что это разумно с точки зрения интересов правительства. Законопроект нужно проводить тогда, когда он имеет шансы быть, так сказать... Я бы поправила с точки зрения правящей коалиции. Ну, давайте так. Мне кажется, так точнее. Да. В этом смысле, ну, опять-таки, ничего, которое, так сказать, выходит за пределы, ну, скажем так, принятого в политике. Да, правительство так будет этим заниматься. А вот зачем им это нужно? Для того, чтобы... Ну, да. Может быть, чтобы оптимизировать. Не будем им, так сказать, априори отказывать о здравом смысле. Не исключено, что это так. Не исключено, что они хотят, так сказать, перестроить, пересмотреть структуру правительства для того, чтобы иметь возможность вообще перетрясти все правительство, в том числе и пост премьера. Это тоже, так сказать, совершенно не исключено. Такое вот стечение обстоятельств, что господин Филипп говорит о том, что господин Плохотнюк не будет претендовать до 2018 года на пост премьера. И странным образом заглохли разговоры о реформе правительства. Не показалось вам это? Ну, заглохли, может быть, потому что, так сказать, каникулы. Вот сейчас они вернутся в парламент и посмотрим, в какой мере, так сказать, задвинули в дальний ящик этот законопроект. Ну, я, например, я вот слушал господина Батринча, он буквально задел меня за живой, когда он говорит о том, как власть ворует законопроект у правительства, у оппозиции. Я вспоминаю, так сказать, свое сидение в оппозиции. Да, я хочу сказать, что особенно в коммунистические времена я про это много слышала в парламенте. Не знаю, всегда оппозиция жаловалась. Ну, разумеется, если посмотреть даже на статистику времен парламента 2005-2009 годов, то вы практически там на одной руке. Насчитайте законопроекты, которые пришли от оппозиции, хотя мы, так сказать, стабильно выставляли свои законопроекты, которые были проголосованы. Кстати, в коммунистической фракции было немало и нынешних социалистов, это так, как бы между прочим. Но по большому счету нужно вообще-то сказать, что, конечно, это неразумно. Это неразумно. С оппозицией в нормальной демократической стране, где демократия действительно функционирует, оппозиция и власть никогда друг друга не любят, но не находят возможности органично себя сотрудничать. Это совершенно необходимо, потому что, в конце концов, весь политический класс, он, так сказать, он вообще-то служит народу, если, опять-таки, исходить из демократических посылов. В нашей стране, ну, судя по всему, когда мы говорим вот о легитимности, о законности, я боюсь, что мы, скорее, должны говорить о характере демократии молдавской, нежели о юридических терминах. Господин Сиран, о демократии по-молдавски мы, конечно, можем поговорить, но проблема в том, что сейчас говорят о демократии по-американски, сейчас говорят о демократии по западным стандартам. И, вы знаете, эта тема, она неисчерпаема, потому что даже представители, значит, стран западной демократии на сегодняшний день видят много недемократии, да? Поэтому я понимаю, что мы могли бы об этом поговорить, но у нас очень мало времени, и я хотела бы, чтобы вы сейчас спрогнозировали, как будет развиваться ситуация у этого правительства в их противостоянии с президентом, потому что эта тема, она на сегодняшний день волнует очень многих. Господин Батронич, если можно, недолго, потому что время... Но у нас ничего не изменилось, наши задачи мы определили, мы не отклоняемся. Во-первых, мы будем... Знаете, есть два варианта, я прошу прощения, что я вас перебиваю. Вот здесь, в этой студии, многие говорили так, есть два варианта. Драка, вот прям вот, знаете, до последней капли крови будем драться, либо будем пытаться где-то сотрудничать как-то, вот есть такая необходимость, и уже будем наступать на горло собственной песни. Какой вариант будет предпочтительней? Весь прошлый год в результате протестов мы провели в борьбе за то, чтобы представителем, высшим должностным лицом государства, президентом стал представитель оппозиции. У нас сегодня де юре и де факто в государстве дуализм власти. Как бы там нравилось демократам, не нравилось, но президент сегодня это самое кредибельное, самое легитимное лицо, потому что тут безусловное делегирование суверенитета от народа, народно избранного президента. Народ будет добиваться, президент будет добиваться ряда вещей, о которых он говорил, и слава Богу, не отказаться. Во-первых, должен быть другой генеральный прокурор, сегодня он подписал соответствующее распоряжение о том, чтобы пересмотреть законность назначения Харунжина. И второе, господин Додон неоднозначно заявлял о том, что этот парламент должен быть распущен. Соответственно, мы сможем что-то качественно изменить, качественно изменить стране только распуском парламента. Мы сегодня ищем конституционный законный путь это сделать. Мы и в прошлом году тщательно избегали народных столкновений, потому что мы понимали, что в итоге пострадают сами люди, пострадают государственные здания, и в итоге пострадает публичный бюджет от каких-то таких сценариев агрессивных силовых. Мы будем искать законный правовой метод для того, чтобы эта власть пала и состоялись выборы. А там люди определятся. То есть, господин Батрынчик говорит драка. Как вы полагаете? Вообще, если посмотреть внимательно на политический анализ, который совершается в Руке Молнова, то можно найти два подхода. Первый подход – это драка. То есть, это люди, которые находятся на разных позициях и они придут в соответствии с столкновением друг к другу. Есть другая точка зрения, что они просто дополняют друг друга. И то, что вот эта драка, которая на поверхности, она наносная, она внешняя. А в действительности существует синхронизация действий. Каждый работает на своем участке. Никто по-настоящему не доказал ни первое, ни второе. Это докажет только жизнь. Это первое. Второе. Совершенно очевидно. Какой бы подход ни существовал бы в реальности, объективно, столкновение между додонами и плохотеком – это неизбежная вещь. Они вдвоем на одном поле не выживут. Да, они могут согласовывать свою политику на каком-то этапе, где-то по-большому, но рано или поздно они придут в непреодолимые противоречия. И эта противоречия приведет к войне. Один из них должен будет уйти. Позиция додона, она достаточно сильная. Она объясняется тем, что у него есть очень хорошая спина за рубежом. Это нельзя, так сказать, игнорировать. Это серьезно. Но есть и слабая сторона додона. Она заключается в том, что он не выражает интересы всей политической оппозиции в Республике Молдова, а лишь только ее части. И это обстоятельство, так сказать, дает лишние шансы нынешнему правлению каким-то образом выживать. Потому что нынешняя власть, она играет на противоречиях существующих в лагере оппозиции. Идеально для Молдовы было бы, чтобы оппозиция объединилась. Возможно ли это реально? Очень маловероятно. Потому что, так сказать, существующие концептуальные основы двух лагерей оппозиции настолько разные, настолько далеко разводят их друг от друга, что очень маловероятно, что они объединятся в единую силу, которая будет противостоять нынешней власти в той форме, в которой она существует. А существует она в форме олигархического правления. Если можно очень коротко к вам двоим, вот это противостояние президента и правительства, раз мы сегодня о правительстве больше говорим, оно привезет к досрочным выборам, господин Тирану? Коротко. Она может привезти к досрочным выборам, но не обязательно. Понятно, что может, но мне интересно ваше мнение. Когда говорят, что у нынешнего президента значительно больше легитимности, чем у всех остальных институтов, это правда с точки зрения пропаганды, с точки зрения реального закона. Да, он был избан, так сказать, общим голосованием народа. Это последние большие выборы, которые были, то есть они декалированы от выборов парламентские. В этом смысле у него значительно больше легитимности. Но с точки зрения функционирования закона в демократическом обществе, у него не грамма легитимности большего, чем у нынешнего правления. Единственное, что может дать ему легитимность, это победа на будущий парламентский выбор, в случае, если победит та сила, которая его поддержит. Поняла вас, господин Батронич. Я абсолютно убежден в том, что ресурса выживания, развития у нынешней власти нет. Демократы могут выстраивать комбинации в краткосрочной перспективе, максимум в ближней, среднесрочной. Но, безусловно, ресурса для дальнейшего развития нет. Они падут в правительство, оно путем своих реформ окончательно теряет поддержку людей. Я уверен, что на определенном этапе нам получится свалить это правительство и спровоцировать досрочный парламентский выбор. Я уверен, что в этом году эти выборы могут состояться. И самое главное, четкие и выведенные действия со стороны партии социалистов, со стороны нашей фракции. Я уверен, что мы найдем законные механизмы к тому, чтобы перемены начались уже в этом году. Потому что оставлять это правительство еще на год-полтора с условием того, что они вытворяют в СМВФ, да будет очень печально для Молдова. Я благодарю вас, господа, за то, что вы участвовали в этой программе. Разговор получился тяжеловатым, но все-таки мне кажется интересным. Спасибо за то, что пришли. Приходите, будем беседовать на самые острые темы. Вы смотрели программу «Удела принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин